Первые посещения администрации и сразу по очень торжественному поводу. В памяти подростков такой визит останется надолго. Процедура стандартная, она проходит из месяца в месяц, торжественное вручение. Сегодня у нас шесть человек, вот они все по списку. Все пришли, расписались, все хорошо, пришли, все в зал ожидают. Ученица 10-й школы Анастасия Леонова рассказывает, что как-то особенно к этому событию не готовилась и подпись не придумывала. Все получилось спонтанно. Старше становлюсь, время летит очень быстро. Каждому году все старше и старше, ответственности все больше и больше. Зарослая жизнь начинается. А вот в семье Нинастиных этого события очень ждали. На 14-й день рождения сына мама Ольга заказала тематический торт и рассказала об ответственности, что наступает после получения паспорта. Мы с Захаром по дороге ехали, я ему объяснила, что действительно, хоть я за тебя несу сейчас ответственность, но вступает все равно в силу и уголовная ответственность. То есть за свои поступки уже отвечаешь сам. Захар Нинастин торжественно получил свой паспорт из рук главы муниципалитета и рассказал о своем настроении. Приятное. Но это не из-за того, что я паспорт получаю, а из-за того, что я ушел с третьего урока. Это коллективное фото займет достойное место в семейном архиве шести юных граждан. А визит станет отправной точкой в серьезном деле определения с будущей профессией. Разные были форматы, но потихонечку пришли к такому формату, что мы, как правило, делаем это в стенах администрации, где-то даже пытаясь показать ребятам, а это, в принципе, уже подростки, которые, пусть еще и не на пороге взрослой жизни, но потихонечку к этому идут, ту самую взрослую жизнь, в общем-то, как работает администрация. В дальнейшем ребятам еще не раз придется поменять документ, но такой первый официальный праздник будут вспоминать не только виновники торжества. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.